В Челябинском аэропорту появятся терминалы для саморегистрации, как в Москве и Петербурге. С их помощью пассажир сможет зарегистрироваться на рейс и получить посадочный талон, не обращаясь на стойку и без очереди. Внедрить систему планируется уже в следующем году, а пока пассажирам демонстрируют другие новинки. Какие, расскажет Егор Хвисюк. Подъемник медленно опускает на снег железную платформу. По бокам установлены поручни для устойчивости пассажира. Край тропа сглажен в земле, чтобы человеку на инвалидной коляске было удобно попасть на платформу. Этот подъемник – часть спецфургона. Таких называют амбулифтами. Они нужны, чтобы доставлять к самолету людей с инвалидностью. Особых пассажиров затем поднимают на специальных опорах до уровня входа на борт воздушного судна. По прилету процедура в обратную сторону происходит точно такая же. Грузят в амбулифт, транспортируют до аэровокзального комплекса. А если пассажир летит со своим креслом, его кресло попадает в аэровокзал, грузчики разгружают. И там далее уже, ну дальше пассажир уже следует своим путем. В Челябинском аэропорту появилась новая техника. Меньше чем за месяц работы амбулифтом уже воспользовались 100 южноуральских пассажиров. Хвастают сотрудника аэровокзала и еще одной обновкой – новым геайсером. Зимой он не используется, а в более теплые сезоны просто необходим. Оберегает технику от повреждений при резких перепадах температуры. Мы закупили современный, хороший, интересный «Диайсер». Это достаточно серьезная машина, которая обеспечивает противообледенительную обработку воздушных судов. У нас появился новый пассажирский автобус, у нас появилась новая машина АПК. В этом году в Челябинске появились не только технические новинки. Впервые за много лет снова начал работать постоянный рейс – Челябинск, Ташкент. Его разработали специально в преддверии саммитов ШОС и БРИКС. Сейчас ведутся переговоры с другими странами-участниками. Мы ведем активные переговоры по Казахстану, по Астане и планируем все-таки, что это направление в следующем году появится. Отметился Челябинский аэропорт в этом году и новыми рекордами. Впервые в истории Южноуральского авиапредприятия пассажиропоток внутренних авиалиний превысил границу миллионного пассажира. Раньше достичь этой цифры удавалось только с учетом международных рейсов. Этому способствовало открытие новых межрегиональных рейсов, уверены в аэропорту. В декабре Челябинское авиапредприятие открыло новый рейс до Перми. В связи с этим в зале межрегиональных авиаперелетов открылась вот такая фотовыставка, посвященная платам Мань Пупунер. Это своеобразный русский Стоунхендж. И сейчас любой желающий Южноуралец может сначала отправиться самолетом в Пермь, а потом уже оттуда заказать вертолетный тур до Республики Коми. В этом году в Челябинском аэропорту началось проектирование нового трехэтажного терминала. Его в столице Южного Урала также построят в преддверии саммитов Шосс и Прикс в 2020 году. Кроме того, заменят покрытие на стоянки самолетов и дорожках выхода на взлетную полосу. Установят новую систему охраны по периметру. Создадут современную ливневую канализацию и площадку для обработки самолетов против льда. А уже сейчас завершилась реконструкция гостиницы и ресторана. Егор Хвисюк, Антон Захаревич, ОТВ.